МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24, студия Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Безопасный туризм – это правильный инструмент сервиса. Этот вопрос обсудили на международной научно-практической конференции в Дербенте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Превышение должностных полномочий. Экс-мэр из Бербаша Абдулмиджи Сулейманов предстанет перед судом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поймали с поличным. В поселке Шамкал-Термен полицейские задержали двух наркодельцов, уроженцев Самарской области. Дербент готовится к наплыву туристов. Вопросы безопасности этой отрасли обсудили на международной научно-практической конференции. На дискуссионных площадках выступили представители профильных органов исполнительной власти, муниципальных служащих, научных и образовательных учреждений и общественности. Безопасный туризм – это правильные инструменты сервиса. И здесь надо уметь правильно их использовать, считают присутствующие. Гости мероприятия смогли увидеть выставку спасательной техники МЧС, посетить мастер-классы по оказанию необходимой помощи в экстремальных условиях и на туристических маршрутах, а также оценить работу кинологической службе регионального спасательного ведомства. Юные участники конференции попробовали себя в скалолазании, которое им организовали спасатели МЧС. 28-летний житель села Кармахили Вашинского района совершил ночной набег на пастбище. Он выкрал 60 коров на окраине села с целью продажи. Общая сумма украденной живности свыше 2 миллионов рублей. Но предприимчивому мужчине далеко уйти не удалось. Злоумышленник задержан, скот изъят, а в отношении горе предпринимателя завели уголовное дело. В поселке Шамхал-Термен полицейские поймали с поличным двух наркозельцов. Оба уроженца поселка Волжские Самарской области. Преступников задержали в момент, когда они производили тайную закладку партии наркотиков. При личном досмотре у мужчин был изъят синтетический наркотик «Мефедрон». Задержанных доставили в отдел полиции, а изъятые наркотики направили на экспертизу. Установлено, что преступники приехали в Дагестан специально для произведения закладок наркотиков, которые в последующем планировали сбыть через интернет-мессенджеры местным наркопотребителям. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. И экс-мэр из Бирбаша Адулмеджит Сулейманов предстанет перед судом, сообщает ряд республиканских СМИ. Бывший глава из Бирбаша обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сулейманов подарил жительнице из Бирбаша муниципальную квартиру общей площадью более 110 квадратных метров. Имущество оценивается в более 2 миллионов рублей. Собственность города была безвозмездно передана во владение женщины, которая не нуждается в улучшении жилищных условий. Семья Дадаевых посетила Народную аллею. Это был не рабочий визит, но потрудиться все же пришлось. Вместе с супругой, отцом и матерью градоначальник посадил здесь дерево. Продолжит Камиль Девятов. Аллея дружбы открыта для всех. Посадкой деревьев занимаются не только коллективы различных организаций, как мы привыкли это видеть, но и семьи горожан. Мэр Махачкалы Салман Дадаев и его домочадцы не исключение. Несмотря на свой плотный график, градоначальник нашел время прийти и посадить дерево. Для меня на самом деле выпало такое счастье, да, получается, иметь возможность, с учетом недавнего проживания за пределами Дагестана, сегодня я имею такую возможность участвовать в таком благом деле, как посадка деревьев, причем на таком важном месте, где будет конкретная аллея. В столице посадка деревьев стала доброй традицией. Салман Дадаев призвал не только махачкалинцев, но и всех жителей республики принять участие в озеленении аллеи, расположенной у Духовного центра пророка Исы. Деревьев немного, аллея, какая бы она большая была, не была, она имеет свои ограничения, так что пока есть возможность, братья, призываю присоединиться к этой акции. Камиль Девятов, Мусар Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Газификация села Асаликен, Сулейман Стальского района завершена. Накануне там прошел торжественный пуск газа. В ауле проживает более 300 человек. Работы были начаты еще 7 лет назад, но завершить удалось только в этом году благодаря федеральной программе устойчивое развитие сельских территорий. Все это дети ради вас, чтобы вам было комфортнее и уютнее учиться, жить здесь и радоваться и гордиться своей малой родиной. Поэтому в первую очередь вам и вашим мамам, чтобы было удобно. А всех жителей района я хочу заверить, что все незавершенные объекты газификации, они будут в ближайший год-два завершены. Общая протяженность газопровода составила почти 5 километров. В этом году были выполнены работы по прокладке газопроводов среднего и низкого давления. Мероприятие завершилось зажжением символического факела. В свои 13 лет она участвовала в самой длинной математической эстафете среди девочек и попала в две книги рекордов – мировую и азиатскую. Решив 2000 примеров в уме без подручных средств всего за 20 минут, обойдя 200 участниц. Скоростной счетовод Камила Алиева занимается ментальной арифметикой с детства. Это вычисления в уме, без ручки, без тетради, без калькуляторов. С очередной победой в турнире и кубком вернулась Камила с 24-го чемпионата мира по ментальной арифметике, который проходил в столице Камбоджи, города Кномпень, где принимали участие более 5000 детей из 47 стран. В аэропорту Камилу встречали ее родственники, учителя и друзья. Мы в ленте, в инстаграме наткнулись на видео, как мальчишка считает. Мама сказала, хочешь, но я сказала, да, мне все нравилось, я хотела все попробовать. И мы пошли на урок. У меня стало получаться сразу все. Пошли первые соревнования, вторые, третьи. Всегда выигрывала. Я радостно, знаете, я была настроена, я ожидала этого, я занималась. И я как-то себя запрограммировала на первое или гран-при. Так и получилось. А сложно было? Ну да, там было из 82 стран мира более 5000 участников. И, конечно, когда ты видишь много детей, все равно ты волнуешься. А Махачкала, мне кажется, по моему мнению, выступила очень-очень хорошо. В Махачкале два первых места, один чемпион, одно второе и одно третье. Сегодня мы чествуем нашу чемпионку, Алиеву Камилу, ученицу нашего лицея. Мы очень рады за нее. Она у нас учится с этого года, ученица в седьмом классе. Поехав так далеко, в такую далекую страну и отстояв там честь и нашей страны, и нашей республики, и нашего лицея, но это вызывает только чувство гордости. Песни, танцы и фейерверки. Так, в Куматаркалинском районе радовались открытию социально значимых объектов. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Салим Такаев и общественный куратор проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Мухаммед Рашидов. Тему продолжит Курбан Рагимов. В селении Каркма-Скала теперь есть новый парк и футбольное поле. Для местных жителей это стало долгожданным событием и настоящим праздником. Раньше территория заброшенного стадиона пустовала. Несколько раз ее пытались продать, но силами активистов села землю удалось сохранить. Объекты возвели в рамках проекта «Мой Дагестан. Комфортная среда». До этого здесь было пустое поле. Стояли одни ворота, больше ничего здесь и не было. Сегодня у нас вот то, что вы видите. От всех жителей Каркма-Скалы и всего Кунтер-Калинского района выражаем искреннюю благодарность по реализации данной программы. Спасибо. Я как координатор проекта «Мой Дагестан» пришел порадоваться вместе с карманскалинцами вот таким праздником. Открытие дорог, открытие комфортной среды. Посмотрите, как радуются дети. Действительно есть к чему радоваться, есть к чему и дальше стремиться. У нас еще будет, только много будет построено и парков, и дорог. Лишь бы налоги собирались. Самое главное, вот этот наш вопрос стоит на повестке дня. Строительство этих объектов завершили лишь за 4 месяца. Особую радость испытывают юноши из местного клуба Кумтар-Кала. Теперь они смогут проводить тренировки на современном футбольном поле. У нас его долго не было. Так весело. До этого вы где играли? На оскольном поле. То есть там асфальт надо, да? Нет, там земля кривая. Когда я вешал, он в разные стороны летел. Также в райцентре завершилась реконструкция улицы Сталина. Здесь в рамках проекта «Мой Дагестан, мои дороги» около детского садика был проложен асфальт протяженностью 650 метров. Большие планы у руководства и на следующий год. Так, после пятилетнего перерыва здесь планируется возобновление строительства спорткомплекса. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кумтар-Калинский район. Ну а у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!